Всем привет! Девчата, решила сходить и сейчас сбегать, можно сказать, в фикс прайс. Я очень давно там не была и мне очень хочется посмотреть, какие новинки там появились. Может быть, что-то интересное я для себя там найду. Ну и так кое-что по мелочи мне нужно там купить. Побежали вместе? Ну вот я только зашла в фикс прайс и сразу наткнулась на канцелярские товары. Я вспомнила, что тут же уже у нас на носу 1 сентября мы посмотрим, что тут есть, сколько стоит. Гуаш 99 рублей, пластилин, цветные карандаши, клей, тетрадочки. Ну и тетрадочки разные цены, я смотрю, тетрадки разной толщины. И самая низкая цена, это вот 5 штук за 50 рублей, да, по 10, нет, это не самая низкая цена. 18 штук за 50 рублей, наверное, вот эти. Самая низкая цена, 18 штук за 50 рублей. Я не знаю, много это или мало, у меня школьников нету. Ну и тут есть фломастеры. Вот такие фигурные, переставные, ароматизированные фломастеры. А это что, ластики такие интересные? Мелкие ручки, карандаши. Пеналы, фломастеры в стаканчиках, такие стаканчики есть. Ну и тут цены даже. Ну вот эти фломастеры в стаканчиках же 99 рублей, а пеналы есть по 99 и по 77. Они разных цветов. Такие. Видимо, есть такие, есть побольше чуть-чуть. Это что такое? Ой, а это что? Это прям какой-то тройной пенал. Пенал трехсекционный. 199 рублей стоит. Во какой. Тут три секции. Такое. Прям даже как сумочка. Прикольно. Симпатичный. Гибкая силиконовая линейка. Это прикольно. А это что на линейке? Еще что-то. Так, ну ладно. Вот наборчик такой, набор для школьника. 10 предметов. Карандаши, ручки, линейка. Вот, четыре шариковые ручки, два карандаша, ластик, точилка, текстовый делитель. Мягкий пенал, линейка 15 сантиметров. В общем, все в одном наборе. Интересно, сколько стоит такой набор. А, цену-то я и не увидела. Вот же цена, 199 рублей. Цену-то я и не вижу. Вот такой интересный органайзер. Здесь и палочки, и диски можно положить. Он открывается. Две секции для палочек, и одна секция для дисков. Такого я еще не видела. Может быть, он давно уже здесь, но я только первый раз увидела. Ну, вот такие органайзеры, наверное, уже вы видели. Я думаю, что он уже здесь стоит не первый раз. Но мне просто нравится, хочу показать. Вот такой. Просто мне уже некуда ставить. Но вообще, для кисточек, для карандашей, вот то, что нужно. Сюда можно палочки положить, помаду какую-нибудь. Хорошенькую. Зеркало настольное. 99 рублей. Но зеркала у нас уже достаточно. Вот такой есть. Зеркало такое есть. Это может быть кому-то интересно. И вот я смотрю, еще в боковке стоит вот такое зеркало. 99 рублей стоит на стеночку повесить. Ну, честно говоря, мне не очень нравится дизайн. Черное обрамление, большое, маленькое зеркало. Не особо. Вот такие органайзеры есть еще. Ой, а да я смотрю, они тут разных размеров. То есть большой размер такой. Ну, внутри как коробка просто. Просто коробка, никаких нету разделителей, ничего. Но все равно. Может, кому такой нужен. 199 рублей. Вот поменьше 99 рублей. А есть такой вот с секциями. Можно тоже сверху ставить. Там еще какой-то отделчик есть. 99 рублей. Есть подешевле. 55, тоже поменьше. В общем, разные-разные-разные органайзеры есть. Вот этих пластмассовых беленьких, мутно-беленьких, так скажем, я еще не видела. Только сейчас увидела. Вообще, хочу сказать, очень большое количество сумок. Разных каких-то кошельков, сумок, сумочек. И маленьких. И, в общем, непонятно, так уже их столько много. Рюзачки. Это уже огромный, огромный ассортимент. Тут еще сумки высят. Вот, скажем, такая сумочка пляжная. 199. Ну, это, в принципе, 199. Это самая большая цена. Но тут есть и большие. Есть с пайетками, через кличо. В общем, пошли дальше. Посмотрите еще, какие есть свечи. Это свеча, это дельфинчик. Смотрите, какой оригинальный медвежоночек. По 50 рублей всего. Такие вот. Там еще кто-то есть. Осьминожек я вижу. Но это не свеча. Они похожи на свечку. Это что-то другое. Вот еще декоративные LED-светильники. Разные здесь. Ну, мне интересно. Это просто вот обмотано, да, и там оно будет светиться. Дорец. Ну, вот это я не видела. Это прикольненько. Ну, они, конечно, стоят по 199 рублей. Мне, честно говоря, такие цены уже стали неинтересными. Это если просто что-то уж очень интересное могу по такой цене купить. А так, смотрю, может быть, что-то есть интересненькое, но недорого. Вот мне раньше нравилась цена 55 рублей или 50 рублей была. Тогда было просто здорово заходить сюда. Много было интересных вещей набрать. И вообще там денег почти не потратить. Вот копилочки. Есть такие интересные котята. Есть такой толстый кот, желтый. Такой красный. Поросенок есть. Ну, вот эти копилки 99,77. В общем-то, две цены. 99,77. Только какая, сколько стоит, непонятно. Ну, по крайней мере, можно ребенку подарить. Пусть кай монетки складывает. Мне вот интересна еще пенная вечеринка. Это вот для молодежи подурачиться, да. Что тут еще веселое сражение. Спрей есть. Мил-спрей. Ну, это по 99 рублей. Мил-спрей для рисования. Прикольные штучки. Ну, и много всяких маленьких таких штук. Он по 99 рублей. Такие копилочки. Свечки ароматизированные. Маленькие вазочки есть. Такие вот украшения декоративные и маленькие декоративные украшения. По 77 рублей. И подсвечники всякие разные. Тут еще есть часики. Часики по 99, по 199. Ну, тут я смотрю огромное количество моющих средств. Это тут и шампуни, и бальзамы, поласкиватели, и все. В общем-то, я здесь смотреть ничего не буду. Я просто так вот пробежала, взглянула по ценам. И мне нравится, что здесь преобладает цель 55 рублей. Ну, где-то что-то есть еще там по 77. Ну, а по 99 тут буквально вот шампунь. Да, только 99. И все. Ну, в общем-то, нормальный шампунь. Жидкое мыло. Жидкое мыло. Я смотрю, 50 рублей. Огромный такой флакон. Вообще, сколько тут литр или больше даже. Ну, да, литр, правильно. Вот шампунь литр есть большой такой. 50 рублей стоит. Шампунь-гель для душа. Тоже стоит 50 рублей. Ну, в общем, экономично. Вот если кому-то нужно экономично, да, ну, можно убрать здесь вполне себе. Хорошие цены. Ну, в общем-то, на кремах останавливаться тоже я не буду. Задерживаться тоже здесь я смотрю. В основном 50-55 рублей цена. Ну, немножко есть 77,99. Чуть-чуть. В основном дешевые вещи стоят. Я смотрю клейки из закладки пластиковые. 55 рублей стоит. Ну, это прикольно. Да, читаешь. Но она пластиковая, не бумажка, ничего. Не выбросится, не испортится. В то же время клейки не выпадут. Это здорово придумали. Недорого. Опять я вернулась. Вернее, не вернулась. Я прошла уже дальше. И меня все-таки больше сейчас интересуют канцелярские товары. Как я уже сказала. Потому что на носу уже сентябрь. Вот такие ножнички интересной формы. 55 рублей. Набор фигур на гелевых ручек. Дри штуки. Линейка силиконовая. 30 сантиметров. 99 рублей. Свернута. Вот такой наборчик. Линейка две штуки. 55 рублей. А вот такой вот наборчик. Канцелярский блокнот. Фигурный. 40 листов. Ручка гелевая. Синими чернилами. Наклейки. 7 штук. 77 рублей стоят. Набор бумаги. Тут разные есть блокнотики. Листы отрывные для занятий. Вот еще тут ручки есть. Разные. Тоже симпатичные такие. Разные интересные формы. 55-55 рублей. Набор магнитов. Моя слабость. Я очень люблю магниты на холодильник. Особенно вот такие всякие разные штучки. Ой, какие они тут. Тортики, бабочки. 55 рублей стоят 4 штуки. Но у меня дома уже есть два наборчика таких. Мне достаточно. Ну, вообще, обожаю. Классные. Ну и опять здесь куча пеналов разных. Еще больше даже есть выбор пеналов. Ну и, в общем, всякие альбомчики, красочки, блокнотики. Разные, большие, маленькие. Какие хотите. Это не с паветками. Нет, это что-то другое. Такой красивый вообще альбом. Розовый есть. Светло-розовый, темный розовый. Вот, но с иллюстрацией. Кстати, есть открытые. Сейчас я посмотрю. Ну, в общем-то, здесь в блокноте просто листы в клеточку. И больше ничего там нет. Никаких таких картинок. Ничего нет. Просто в клеточку листы. Ну, зато обложка очень интересная. Красивая. Ну, и стоит за этого 199 рублей. А вот это вот интересно. Этого я не видела еще. Гель-бальзам для мытья посуды. 1,7. Почти 2 литра. И вот в такой вот канистре. Ого! Здесь много его. Японский апельсин. Алтайская маушка. И вроде бы как он концентрированный. Ну, интересно. В общем-то, цена 100 рублей. Для такой вот большой емкости это как бы недорого получается. Вот гель для стирки белья. Ну, вот такой я уже брала. В общем-то, нормально. Мне понравился. 55 рублей. А вот сейчас появился какой-то новый. Для цветного белья, если вы стираете в холодной воде, на быструю стирку на 30 минут, если ставите в стиральную машину, там бывает порошок не успевает в холодной воде до конца раствориться. Поэтому вот вообще рекомендуется использовать жидкое моющее средство для стирки белья в холодной воде, для быстрой стирки, для ручной стирки. То, что нужно. Ну, вот я добралась из своих любимых коробочек. Люблю вот такие разноцветные. Не разноцветные коробочки, но, к сожалению, только большие. Это вот огромные коробочки. Ну, вот это вот еще как бы поменьше. Интересная такая вот. А, здесь два ряда стоят. 199 рублей. А вот такая вот ажурная, она большая. Они тут разных цветов. Но она вот большая. Ну, большая, но мне не нужна. Ну, и вот эти тоже по 199, тоже большие. Вот это вот... Вот такой органайзер. 199 рублей стоит. Здесь уже вот сверху полочка. Ножницы там. Да вообще всякую мелочевочку хранить. Вот стоит 199 рублей. Мне такая не нужна. Я брать не буду. Но вообще хорошая. У меня просто есть куда вложить и где хранить. Ну, и еще надо будет, конечно, мне прикупить уже опять вешалочек. Ну, вешалки стоят 5 штук. Наборчики 77. А вот по 3 штуки 55 рублей. Есть пластмассовые. Ну, я люблю вот эти вот. Деревянные. Разные есть. Коробка с крышкой. Вот такая она закрывается. Ну, вот это она, походу, стоит 99 рублей. Прозрачно такой емкий бокс. 199 рублей с ящичками. Вот такие ящички. Ну, и маленькие такие вот для всякой бижутерии, может быть, для всякой мелочевки. По 77 рублей и разный рассветок. Подвезли. Не было их недавно. Привезли недавно. Интересная вещь. Респиратор. И для строительных работ, вот когда я делала ремонт, когда мы там штукатурили, красили и так далее, прочее, пыль всякая летела. Штробили стену, когда у нас проводку делали. Вот это было бы очень нужно, чтобы не дышать. Ну, сейчас мне это не нужно. Ну, инструменты тут всякие. Тоже контейнеры для мелочей, для гвоздиков. У меня контейнер вот типа такого есть. Вот контейнер с ручкой. Небольшой, но отсрочка. 99 рублей. Ну, вот тут что-то можно складывать из мелочевки. Переносить удобно, если кому-то переносить. Ножовка. 77 рублей. Ну, в общем, всякие интересные штучки. Вот эти вот наклеечки на стулья, на стол, если у вас там ламинат, чтобы не царапало, они на самоклейке. Мы такие уже брали, кстати, вот нормальные. Но они, правда, некоторые потом пооторвались. Вот чего я здесь еще не видела. Трос для прочистки труб. Один метр. С ручкой. Это вот чистить канализацию. 55 рублей стоит. Вот набор инструментов для точной механики. Ну, тут увеличительное стекло. Инструменты. Вы знаете, вот мне очень хотелось бы, знаете, когда-нибудь увижу здесь увеличительное стекло, но чтобы оно было на подставке с подсветкой, вот как зеркало, чтобы нужно было две руки свободные иметь и сквозь него смотреть, что-то там мелкое там поделать или прочитать. Но чтобы это было на подставке. Все время увеличительные стекла все с ручкой. Значит, одна рука занята, а нужно, чтобы две руки были свободные. Такое что-то я еще не видела. И в фикс-прайсе пока тоже нет. Не видела. Вот такую лупу, увеличительное стекло с подсветкой, дочка купила. И, кстати, очень своевременно. У нас выключали свет. 99 рублей. И я ночью включила, подсвечивала что-то себе. Очень пригодилось. Здорово. И светит очень хорошо. Но вот для себя я взяла такое, только чтобы оно крепилось где-то, чтобы можно было поставить на стол и читать. Ну и ничего. Такое тоже, кстати, нужно с подсветкой лупа. Это здорово. Для тех, кто плохо видит мелкий шрифт. Корзинка небольшая. Вообще маленькая. Классная такая. 77 рублей стоит. Здесь большая корзинка. Большая 99. Ну вот эти уже давно здесь стоят. Такая тоже. Хорошенькая корзиночка. Вот у меня в такой лук хранится. А вот складные полочки. По 77 рублей. Вот как на картинке. Можно одну на другую ставить. И там хотите стаканчики, там полотенчики, все что угодно. Нужно ставить. А вот такую штуку я не видела. Стоит 77 рублей. Щетка для посуды. Силиконовая. Мягенькая такая. Ну вот она гнется. Я не знаю. Я вообще-то привыкла губкой мыть. Хотя интересно было бы вот такой вот попробовать. Вот интересно. Я такие мешки огромные. Только в фикс прайсе видела. Но в принципе я как бы специально в какие-то такие хозяйственные не ездила. Здесь сколько? 99 рублей. Зилана в России не содержит бисфенола А. Это что-то наверное такое, что в пластике обычно содержится. Вредное вещество. Здесь не содержится. Ну вот придумали оригинально. Молодцы. Все для нас. Все для женщин. Солите на здоровье. Воронка складная. Прикольно. Вот так вот раз. Она мягкая. И наливаете себе жидкость. Место не занимает. Шкафчики раз положили. И так же сложили. Разных цветов есть. Ценника правда нет. Но вообще мне тут сказали, что если нету ценника, значит стоит 50 рублей или 55. Аккумулятор холода. Это такая штучка внутри с гелем. Все, 5 рублей стоит. И тут разные есть формочки. Лимончик. Баночка. Это для переносного холодильника. Вот эта вот штука интересная. 99 рублей стоит. Это тазик с друшлаком. Миска с друшлаком. Помыли раз. Достали и сохнет. Разных цветов есть. Розовый, красный, зеленый. Ну вот нужная вещь в хозяйстве. Сушилка для посуды. Двухъярусная. Вот она раскладная. Но она только одна. Разложить не могу. Меня больше всего заинтересовала не она. Хочу посмотреть. Вот эта раздвижная на раковину. Друшлак. Раздвижной для раковины 99 рублей стоит. То есть его просто взять вот так вот. Его можно раздвинуть. Становится, видите, побольше. Можно его сократить. Раз, меньше становится. Ну прикольно придумали. Такая вот интересная вещь. 99 рублей. Крышка для защиты от насекомых. 50 рублей стоит. Ну в общем-то, так бы вроде задумка была неплохая. Но слишком большие дырочки. Смотря какие насекомые. Дырочки можно было бы поменьше сделать. Мне кажется, какие-то насекомые могут пролезть. Муравьи уж точно пролезут. 99 рублей поднос с декором. Вот такой симпатичный декорчик поднос. Для фруктов. Ну опять контейнеры. Люблю контейнеры. У меня их много разных всяких есть. Так, ну вот этот контейнер стоит 25 рублей. 1 литр. Дальше идут контейнеры по 18 рублей. Здесь идёт 0,66. Вот такие. С закручивающей крышкой. И есть поменьше. Вообще 13 рублей. Маленькие. Ну вообще одежда. Шапки. Здесь в общем ничего нового. Ничего интересного я не заметила. Ну скорее всего тут уже распродаётся всё. Потому что сезон заканчивается. И ничего нового наверное не завозят. Пока вот это всё не распродадут. Летние. Уже скоро осень. А вот ещё интересно я увидела наклейки для домашних заготовок. Это вот на баночку клеить и писать, что это, дату там. Ну вот это кстати для хозяев на заметочку. Очень здорово. Классно. Формочка для печенья. Три штуки. Вот прикольная. Ну это вот всё по 50 или 55 рублей. Ценника нет. И значит 50 рублей стоит. Кстати тут есть разные держатели для телефона. Это вот на телефон крепится. И чтоб телефон стоял. Вот мне такая штучка кстати нужна. Для оберта какую-нибудь. Вот девчата я. Увидела тут мороженое. Кстати говоря. Вот такое 50 рублей стоит. Ну где здесь и 20 грамм. А вот по 25. Вот это кстати то, что дочка постоянно берёт. Классно. Вкусно. И есть тут ещё. Есть ещё и подешевле. По 16 рублей план бьют чеки такие. Ну всё мои хорошие девочки. В общем-то я взяла совсем немножко всего. Ну из того, что я показывала вам. На этом мой поход фикс прайс закончен. Всё. Иду домой. Набрала мороженого 6 штук по 25 рублей. В общем пошла домой и вешала. Девочки хочу я показать, что я принесла из фикс прайса домой. В общем-то я шла туда в основном за вешалками. И за мороженое. Ну и походу купила ещё вот эту вот подставочку под телефон. Я так давно такую хотела. Ну и походу туалетную бумагу. Два вида мороженого по 25 рублей. А вообще такое мороженое в пятёрочке стоит 55 или 58. В общем в два раза дороже. Поэтому вот я взяла в фикс прайсе. Оно очень вкусное. Там натуральный ванильный пломбир. Ну здесь просто шоколадная глазурь. А здесь с оришками, с миндалём. На глазури. А внутри тоже пломбир. В общем и то и то я пробовала уже вкусное, классное. Ну в общем всё я вам показала. Зачем бегала в фикс прайс и что-то новенького я увидела. Надеюсь моё видео вам понравилось. Ну в общем кому оно понравилось ставьте лайк. Кто ещё не подписан, подписывайтесь на мой канал. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok